Девушки отдыхают Привет, дети! Сегодня мы приехали в Канаду играть в хоккей! Привет, Бода! Здорово! Канадцы придумали правила современного хоккея! Отлично! Найдем-ка каток побольше! Так, тут тесно! Ой, тут шумно! Тут деревьев понатыкано! Во! Отличная катковая речка! Бода, это не речка, а канал Ридо в Октаве, столице Канады! Речка, канал! Какая разница? Речки возникают сами по себе, а каналы прокладывают люди! Ридо – один из старейших в мире каналов! Летом по нему ходят корабли, а зимой здесь устраивают самый большой каток в мире! На его площади уместится 90 хоккейных площадок! Вот это мой размерчик! Не зря я взял с собой 90 шайб! Ой, это и не шайба! Так-так-так! Мне, пожалуйста, вот эту вот вафельку, этот кренделечек и вон тот пряник и горячего шоколада на всех! Ты же хотел играть в хоккей! Бода! Сначала тренировка, дети! Морфы, работаем, работаем! Бода, смотри! Вот хоккей! Это примитивный хоккей! Детский! А мы будем играть по взрослым правилам на лесопилосете! На ледоси-сипеде! О! Очень мне нравится такой хоккей! Морфы, подтолкните! Что вам, жалко, что ли? Хе-хей! Хе-хей! У-ху-ху! А? А? Так-то лучше! У-ху-ху! У-ху-ху! Да! Без красоты в хоккее никуда! Подумаешь! Все хоккеисты так умеют! О! Щука! Эх! Сейчас поймаем, желаний назагадываем! Чего только не бывает на этом хоккее! Смотрите! Клюет! Клюет! Ой! Я так волнуюсь! Даже жарко стало! Бода! Это не рыба! Это дождь! Нет! Эй! Куда? Я еще вон те шайбоплюшки не попробовал! И вон там на горочке не покатался! Бода! Коток закрывается! Потому что наступила весна! Как? Кто разрешил катку веснеть? Дети! Для нашего хоккея нужен каток без весны! Хорошо, Бода! Вот! Ты в Антарктиде! Это самый большой ледяной щит планеты! Эй! Антарктидец! Где тут у вас горячий шоколад? Раз у вас нет горячего шоколада, придется играть в хоккей! Бода Мороз! Бода, что ты делаешь? Подарки выбираю! Вот! Это вам! Хм! А зачем нам спущенный мяч? Чтобы его надуть! И вот это вам! Расческа для бороды! Ну, я себе и все равно электрическую хочу! У нас нет бороды! Бода! Мы же дети! Вырастет! Хм! О, все! Теперь я буду каждый год всем дарить подарки! Каждый год дарят всем подарки Дед Мороз! Ерунда! Дедов Морозов не существует! Зато буду я! Бода Мороз! Все! Я придумал! Буду класть подарки в носки! Чтобы был сюрприз! Оставлять буду его под каким-нибудь колючим день! Чтобы никто чужой не мог забрать! Хе-хе-хе-хе! А у меня самого будет антиигольчатый костюм! Эээ, так, надо придумать, на чем развозить подарки! Дед Мороз развозит подарки на оленях! Они же своими рогами все лампочки позбивают! Сейчас я найду подходящее животное! Ой-ой-ой! А! Ой-ой! Хе-хей! Так-то лучше! Вперёд, Бурёнка! У вас нет летающей коровы? Нету, Бода. Эх, всё сам-то сам! Эх, эх, эх! Отлично! А вот мы и в Финляндии. Это Африка, Бода. Ничего. Новый год, он и в Африке Новый год. Ой, я же Бода-мороз. Почему же мне так жарко? Это Африка, Бода! Хэллоу! А у меня для вас подарок! Кажется, ты подарки дома забыл. И ничего я не забыл. Угадайте, мне какой самый лучший подарок на букву К? Книга! Кактус! Вот, носи на здоровье! Что-то я по нашей земле и соскучился. Ну вот, всем подарки подарил, теперь можно и бороду снять. Что такое? Ой, это же моя борода! Ха-ха-ха-ха! Бода, пока ты был в Африке, к тебе Дед Мороз приходил. А это что еще за кактус? Это елка. А под елкой... Подарки! Ура! Дед Мороз мне электрическую расческу для бороды подарил. А вы в него не верили. Бизанская башня Привет, Года! А куда ты летишь? И почему мышцы качаешь? Как это куда и почему? Вы это видели? Башня на город падает! Скоро всех раздавит! Вон, турист уже притомился ее держать. Подменить надо! Бода! Бода – это знаменитая пизанская башня в Италии. И она не падает, а просто наклонена. Строители сделали слишком маленький фундамент. И башня наклонилась во время строительства. Но ее все равно достроили. Ничего. Выпрямлю ее. Станет еще знаменитее. Надо только подкачаться. Учитесь, дети, как спасать города, выпрямляя падающие башни. Бода, не волнуйся, башня не упадет. Тридцать лет назад ее укрепили и чуть-чуть выпрямили. Так что сейчас и башня, и город в безопасности. Ну вот, благодаря мне и укрепилась. Еще недельку вот так постою, и она будет ровная, как огурчик. Тяжелая башня. Что там внутри гири, что ли? Башня внутри пустая, но стены очень толстые. Лестница ведет на самый верх, где висят семь колоколов. Вот тоже. Колоколов понавешали, а мне теперь держи. Ладно, ничего. Как-нибудь справлю. Субтитры сделал DimaTorzok Это знаменитая падающая башня А это знаменитый Бодо Бородо О, Бодо, ты уже сам стал местной достопримечательностью А? Что? А, это да О, пять часов уже Ну вот, теперь другое дело Намного прямее стало И чтоб больше мне не вздумало падать А то, ой-ой-ой, держите меня Эх, опять я всех спас Ладно, пользуйтесь О, знаменитая скульптура Агюста Родена Мыслитель Будо, а что ты делаешь? Ну вот, мысль потерял Дети, не отвлекайте Я ему думать помогаю Афины Привет, Бодо! Что ты делаешь? Привет, дети! Сегодня я научу вас находить древние горшки О, здорово! Археологические раскопки Под землей можно найти столько древних предметов Ученые-археологи узнают по ним Как люди жили раньше Только вряд ли ты найдешь древнегреческие амфоры У себя во дворе Да? И где же их, по-вашему, находят? Наверное, там, где жили древние греки Например, в Афинах Вот, ают! Не могли где-нибудь поближе амфоры закопать Ладно, поехали мы эти ваши древние Афины Бода, но... Акрополь Место археологических раскопок Бода, здесь нужно не копать, а смотреть Акрополь – это символ Афин Видишь? Развалины древних храмов Самый большой называется Парфенон На Акрополе раскопки ведутся уже 200 лет И столько разных находок сделано Да уж, за 200 лет эти копатели точно все горшки разобрали Идем дальше Вот Агора, рыночная площадь Здесь тоже уже все выкопали по ней Театр Диониса Дальше листайте О, отличное место! Бода! А, нашел! Учитесь, дети, находить амфоры, которым 100 миллионов 200 лет О, а давай проверим, сейчас ученые могут довольно точно определить возраст предмета Смотри, черепку 5 лет Эй, чё так мало? Хотя бы пару тысяч лет накиньте Жалко им, что ли? Копаем дальше Вода! Чтобы найти древнюю амфору, копать придется несколько метров Ой, не лень было этим древним грехам так глубоко горшки закапывать Никто их не закапывал Просто уровень земли растет И древние культурные слои уходят все ниже Уровень земли растет, видишь ли Не мог, что ли, подождать, пока я пару горшков найду? Ничего, я так просто не сдамся Эй! Ну-ка, кыш отсюда! Да что такое? Не грусти, Бода Амфору найти непросто Зато можно посмотреть на находки других археологов В музее Акрополя, например Вот раскопки древнего города Вот древние статуи А вот и амфоры Смотри, сколько их А вы говорили, найти непросто Итак, дети Вы поняли, как находить древнегреческие амфоры? Едете в Афины Идете в музей Акрополя И тут их целый склад Года, ты снова проводишь раскопки? Нет, дети Теперь я провожу закопки Вот, закопаю поглубже Пусть археологи выкапывают Для меня это мусор А для них бесценная находка Судан Привет, дети Надоела эта зима Из дома не выйдешь Привет, Бода А давай поедем в Судан Там всегда лето И чего мы ждем? Нужно срочно лето из Судана в Тудан привезти То есть из Тудана в Судан А и, ну, в общем, не важно Вы поняли, что Кудан Вот, дети Смотрите Это Судан И здесь всегда лето Потому что здесь жарко А жарко здесь, а мне потому что Мода в Судане лето Из-за тропического климатического пояса Я об этом и говорю Купим здесь себе тропический пояс И будем тоже загорать весь год Бода Климатический пояс Это не предмет На Земле четыре основных тепловых пояса Полярный Умеренный Тропический И экваториальный Ты живешь в умеренном А Судан находится в более теплых поясах Дети, вы мне своими поясами думать не мешайте Лето – это жара Море – это песок Значит, нам нужно найти все самое морское, песчаное и горячее Судане много удивительных мест Морской парк Мубийская пустыня Вулканическое озеро Дериба А еще пирамиды Мироя Ну, конечно, дети Где вулкан, там и жара Бода Купаться в Дериба опасно А как мне тогда лаву набрать, чтобы домой отвезти? Бода, лаву нельзя взять Она раскаленная и все сожжет О, видали, что бывает, если горячее трогать? Лаву оставляем на месте А сами идем в пустыню Видите, дети, что лету нравится Песок, кактусы и верблюды Наберем всего понемногу Привезем домой Лето к нам и пожалует Что смотришь? Вылезай в бороду Бода, кажется, верблюд с тобой ехать не хочет Тогда остается море Все знают, что лето любит купаться Перелистывайте уже меня в этот свой морской парк Парк называется Санганев Здесь под водой удивительные коралловые рифы Много разных рыб, а еще три вида акул Что-то я по зиме соскучился Кажется, пришла весна, а за ней лето скоро Ух ты, сработало Видали, как я лето из Судана привез? Нет, Бода Лето и зима сменяют друг друга В зависимости от положения земли По отношению к солнцу Вот так вот Бода, а что ты делаешь? Как что? Зиму в Судан везут Видишь, верблюд? Это снег, зима Пусть у вас пока побудет Ой, что? Ты что делаешь? А ну-ка, иди Ладно, ешь Только акули оставь немножко Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-